Приветствую! Всех дорогие друзья, с вами Черный Металл. И это игра Ark Survival Evolved. Итак, с модом он на кластере Коммунарки. Что я вам хотел рассказать. В игру пришел так называемый новый трайп ФСБ. Довольно-таки забавный. Ребята опытные. В чем прикол? Я первому трайпу не рассказывал, что некоторые турельки надо настраивать специально на игроков. Потому что, по сути, толку здесь от них нет. Потому что, если стрелять по животному, извините, у которого 2,5 миллиона ЕХП, или сделанного танка, никаких патронов не напасешься. Я случайно ступил к ним в трайп. Вступил, да и вступил. Собственно, если бы надо было, они валенцы меня разнесли. В общем, посмотрим, что за ребята. Если ребята будут нормальные, то и нормально на боссов сходим, сможем поразвлекаться. Если нет, то это, конечно, будет немного грустно и печально. Хотя, базу мы снесли так и так. Это не столь специфично, еще раз повторюсь. С модом монарки слишком много способов, чтобы уничтожить противника. Ну ладно. Как говорится, что есть, то есть. Посмотрим, что из этого получится. Вот моя база такая. Я ставлю такие дотики. С разносными турельками. Это так, на запугивание молодых и, как говорится, неопытных. Здесь у меня генераторы стоят. Что-то нужен тег-генератор. Желательно, чтобы было поудобнее. В общем, вот так как-то так. У меня два уже дота. А здесь один у меня. И где-то у меня тут, блин, второй стоит. Немножко подальше. Да, вот второй стоит. Я потом турельки перенастрою. Посмотрим, что все ребята представляют. В общем-то, мирные они или нет, вопрос, конечно, хороший. Клан называется ФСБ. К моменту выхода этой серии это уже все решится. Они выйдут гораздо позже. Вот моя база. В общем-то, это такой, как бы, по сути, наращенный бункер. С одниночного строения он превратился вот в такой вот канитель. Довольно-таки мощное, скажу вам, получилось строение. Много турелек. Я потом некоторый перенастроен на игроков. Это я не делал специально. Пока. Потому что я не думал, что такие игроки, которые контролируют сервера, будут заболзать. И вот, как бы, мои внутренности. Тоже пушки есть. Довольно все компактно устроено. Вот, как бы, этот ее вид. Вот такое, как сказать вам. Кому-то нравится, кому-то нет. А что у меня, блин, с гаммой-то? А, во, гамму надо убрать. Я на случайно поставил ее. Вот. Довольно-таки интересное. Ценного-то у меня особенно ничего нету. Половину практически. Из того, что я имею, мне ребята подогнали. Так, а вот эту фигню надо взять сейчас. Прокачать. Ах, приручал я, друзья, Мазазавра. Альфа. Это чистый кемор. Шесть часов я потратил на это. Сейчас я вам его покажу. Ничего в нем особенного нет. Медузы так же сшибают, как из дракона. Вот только с приму ваш не сшибают. Из базилазавра, если я правильно понимаю. В общем, кошмар кошмаром. Приручил также еще этого удильщика. У меня все нормально. Как бы удильщиком собирается жемчуг. Просто в массовых количествах. Сейчас я вам покажу этого своего чудика. Я на него скин надел. У него тут миллион двести и хп. Ну, я же говорю, а так, а так себе. Фигня фигней. Если на медузу нарвется, то все, он стоит как копанный. Висит аж. Вроде животное такое здоровое, что аж звездец. У меня вот анкила, там две дудошки. В ангаре у меня там две золотые дудошки. Я их прокачиваю так, по приколу. Ангар, если сделал, конечно, ну, можно было бы получше. Так, давайте-ка. Опа. Опа. Че, отключил? Ну, давай, давай. Подними пару уровней. О. Шесть уровней, отлично. И давайте я вам покажу альфа-анкилу, которого я смог приручить. Это второй у меня был. Мне уже парни его нашли. Давил его более-менее с горем пополам. Его копьем уже, короче, усыпляли. Ну, как, усыпили копьем и приручили. И я его просто добавил до базы. Как он бежал на его местоположение. Блин, первого анкилу я так долго ввел. И вот, блин, вот тут, около берега. Буквально вот здесь, около свата. Кстати, кто его убил, тоже непонятно. Ему дверь скрыли. Ну, вот в чем прикол, смотрите. Сейчас я вам покажу. Кстати, куда он делся, я вот понять не могу. Так. Ему вскрыли дверь и тут вообще ничего не сломали. Ни кровать, ничего. Непонятно как-то вообще. Может, это парни с ФСБ сломали. Фиг его поймешь, они тут бегали. Сломали-то сломали. Они ему ничего не тронули, вот как ни странно. А вот это они базы себе делают. Но, говорю, судя по всему, парни очень опытные. Там наигранный часов, как и у меня, в общем. Помог я им приручить двух дрейков. Остальное они сами приручили. Вот, анкило такой вот. Еще мне нравится, он хорошо бегает, вот. Смотрите, тра-тра-тра-тра. Побежал, побежал, побежал. Вот это единственный его прикол, по ходу дела. Да бывает он, как и обычный. Переносить его драконом нельзя. Я бы не сказал, что это такая хорошая мбовая вещь. Ну, блин. Ну, прокачал его до 100 тысяч и хп. Извините за вражение. Ну, до 36 тысяч. Ну, а хрен не толку? Он от обычного практически ничем не отличается. Ягоды он не собирает. Не знаю, в чем его прикол. Потому что он быстрее только, да и все. И переносить его нельзя. Ну, вот, ребята, смотрите. Конкретно умеют народ устраиваться. Быстро и четко. Это они сделали буквально за один день. То есть... Стоп-коллектор. Посмотреть инвентарь. В общем-то, народ устраивается просто же зверски. Ну, здесь у нас еще... А, вот этот вот и есть коллектор какашек, да. У меня какашки есть и так. Экпул-коллектор. Дверские парни. Я говорю, умеют ребята строить. Двери хоть двойные. Нет. А почему? Вот. Нормальная такая база. Тоже хитро сделана. Ну, да. Если бы им понадобилось, они бы вынесли тут. Спору нету. В альянсе, не в альянсе. Ха-ха. Смотрите, какие хитрые. Это они как я сделали, да? Хе-хе-хе-хе-хе. Не, молодцы, ребята. Умеют делать. Нечего сказать. Так. Надо как-то к ним забраться. Там наверх посмотреть. Стеночки-то одинарные получаются. Или двойные? Нет. Двойные, кстати говоря. То есть, они поставили обыть? Нет. Эта стена одинарная. Да, ребята умеют делать. Просто конкретно. Так, а что? Она не запитана. Ничего не работает. А, ну, то есть, отстроил. Ничего больше не поставил делать. Ну, дают. Не, ну, смотрите, как конкретно. Да. Вообще, хочу потом попробовать с ними собраться. Потому что, по сути, есть сервера, на которых меня убивали. Ну, молодого игрока убивали. Я вот никогда не мог этого понять. Короче, пролетают козлята. Убивают вас. Хватают. Там, в тюрьму сажают. Наручники надевают. Ну, просто люди не хотят, короче, играть с кем-то еще на сервере. И специально, короче... Господи, автоклосс он, бля. И специально, короче, убивают вас. Такие козлы. Вот этот мне не нравится. Если получат, то, собственно, сможем идти их наказывать, чтобы другим игрокам был хотя бы шанс на других серверах развиться. Потому что мне это никогда не нравилось. Венотень, я от нее пострадал. Горец, конечно, у меня не пострадал. Но я не могу понять, зачем до сих пор на Бивернах будем разрушать соломенный домик. Что я им сделал-то? Еще не успел построиться. Хватать, тюрьму сажать. Это одинаково все. Больше более-менее развитых игроков здесь нету. Все. Вот как раз лучик есть. Надо бы на Рагнарог телепортироваться в нее. Кстати, что я сейчас и сделаю, по сути. Так, дерево выбросить. Это выбросить. Так, ты иди сюда. Оп-оп. Получу. Посмотрите инвентарь. А попробуем. Так, как вы меня достали, сучата. Блин, и дракон улетел. Теперь вот еще его свести. И куда ты делся, дятел? Ну, начинается. А где у него сейчас будет точка привязки, кстати, интересно. Ага. То есть он куда-то убежал. Куда вот он убежал, а? Так-с. Вот это тот глюк. Немного меня прибивает, говорит, с ним стинг все-таки. Погоди. Он на что-то убежал. Да ладно. Хоть такого не может. Куда это ты мне там показываешь? Что вообще? Нифига он ускакал. Какого лешего? Что ты там забыл? Вот это жесть. Ладно. Сделаем попроще. Как ты с ним? Смотреть инвентарь. Сбираем седло. Чувства. Да вы издеваетесь, что ли? Не, ну серьезно. Пираний ж нету. Что за нафиг такой? Да что ты за кретина-то кусок? Так, ну надо сейчас вот успевать как-то это все сделать побыстрее. Так, давайте я вот так вот укру мордой. Может. Получится. По-нормальному. Ну, давай же, давай же, малыш. Вещества. Оп. Выгрузить. Принять. Фу. Блин, с этими драконами такой сейчас геморрой стал, что дальше ехать некуда. Так, войти с выжившими. Да, кошмар какой-то. В общем-то, они мало того, что сейчас пока, ну надеюсь, к моменту выхода этих серий это все поправится. Потому что Монархимот он хороший, но если это так будет продолжаться, когда у вас дракон улетает там по какого-то лешего под небесе, оказывается на другом краю карты. Ну тут глюков столько пока еще с ним, что просто ехать некуда. Нет, но одному игроку тут можно, конечно, поиграть, но с такими глюками по поводу драконов, это геморрой сплошной. Ой, сейчас мне надо вообще на этот ровнорог смотаться, я как раз покажу базу ту же, которую парням помогал делать. Там две оборонки турельки поставил, надо потом еще им турелик понаделать, увеличить эту площадь техобороны базы. Я вот думаю, да иди курсы надо приручить альфа, да и камни себе набить. Так, чтобы не знаю. А я пошел, он трещало. Ага. А что у них с кроватями? Сейчас прошу Олега, секундочку. Олег, а что у вас с кроватями? Мешали стенки поставить. Сейчас, подожди, пять минут только я поставлю. Ага. Так, ладно, я тогда пока на паузу, ребят, уйду, сейчас поставят, я покажу его базу. Ну что ж. Вот, как говорится, и база игроков. Блин, постоянно, когда это включаешь, делает себе базу сейчас Олег. Я ему помог тут лестницы ставить. Вот таким вот образом я себе их, надо было в одиночке ставить, но в одиночке мне лень это ставить. Кажется, там можно и погеморроиться. Он делает базу себе, потом закончить. Тут надо в трюк, я потом помогу ему расставить. Вот такая у него красивая база тоже. Я ему помог, вообще, по сути, сделать тут оборону. Ну, во-первых, вот верхняя оборона. А вот, кстати, прима ихняя. Он, что я показывал уже. Он и верно растет. Правда, ее кормить молоком надо. Почему ее кормят-то здесь? Вообще ничем. Обычная кормушка. Ну, короче, фиг поймешь. Ее, может, молоком и не надо кормить. Понять. А вот тут один дотик, как видите. Желательно бы генератор вообще пендюрить. Но это ладно, надо на них дойти. Можно такую крепбазу сделать, что зашатаешься. Если не сдохнешь ее штурмовать. И там наверху второй вход, собственно, такая же укреббаза. Здесь чего-нибудь. Диалец это. А, он формится молоком. Ну, правильно все. Вот такая вот, друзья, база. Анкила тоже есть, альфа. Как я говорил, я не знаю, какой смысл вообще этих альфа-анкила. Их никуда не затараканешь. Ну, да, они мощные. Подраться, может, хрен ли толку от них. Ай. И вторую базу я вам уже покажу в следующем видео. Это ихняя центральная база. Я пока коррец выйду на паузу, мне надо полимеров пофармить. Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл. И это за съемки базы. А, ну, хотя это бусклейная запись. Вы уж простите, что приприветствовался. Но лишний раз поздороваться никогда не помешает. Что ж, эту базу практически я вот эту оборону делал сам. Сейчас, вот, пожалуйста, наблюдайте. Турельки часть. Не забывайте, пожалуйста, друзья, настраивать часть турель чисто на игроков. Другие против всех существ. То есть у меня здесь, к примеру, ну, какая тут. Так, вот, все цели включены, все цели. А здесь игроки, все цели. Все цели, а ну-ка, здесь у нас что? А вот, к примеру, только игроки. В общем, часть турелек у меня настроена на игроков. Часть турелек у меня настроена на вообще всех животных. Я, конечно, все понимаю, но сервер в последнее время начал откидывать. Мне это не очень понравилось. Вот у меня органика растет. Ну, так, более-менее прилично, конечно. Ну, как сказать. Я это все делал один. Не все так просто, как кажется. Это времени у меня ухо и дохлость. Просто мамма миа. Так, секунду. Нашли другой сервачок, где можно, по идее, и по ПВПшиться. Честно говоря, пофиг его знает, что с этого получится. Вот здесь основная линия обороны. Вот, наблюдаем, смотрим, завидуем. Вот, как-то так. Более-менее, конечно, на этом сервере тоже поиграть. Можно. Но с модом ему нарки эта палка в двух концах. Я же про что и говорю. Он прикольный для режима частичного ПВЕ. Но никак не для режима ПВП. Такая вот оборонка, как видите. Ладно, здесь я это делать не буду уже. Это у меня один эшахот обороны. Это я так сделал. Здесь второй. И давайте пробегусь-ка я. Куда пробежимся? А пробежимся мы вот сюда. Второй эшахот обороны. Тут и моя база как раз стоит с моим ангаром для животных. Чужие парни начали исходить от скуки с ума просто. Вот. В общем, тут оборонка хорошая. Лучшая из всех, которая есть. Но сейчас хочу собрать народ, чтобы кто-то чисто на патронах сидел, кто-то летал на окет салифармил. Надо очень много фармить. Очень, очень много фармить. Это просто, блин, невообразимо, сколько надо фармить. И мне, честно говоря, нет просто на этот угол времени. Так. Здесь тогда розетка, да? Розетку надо прикрыть. Вот так вот прикроем. Гори-рейдер идет. Взял нового человека, зафармил. Вот тут да. К сожалению, как ни крути. Сейчас ему дверь открою. Не пролезет, бедненький. Ладно, сам открыл. Ну, такая. Здесь, конечно, оборонку надо доделывать. Но у меня основная оборона, как вы видите, это, во-первых, здесь. Во-вторых, вот здесь. Я говорю, сервак подлагивает бывает. Надоело. Я вот не знаю. То ли админы не знают то, что надо делать. Так, а почему это не включено? Понял. Вот такая вот оборонка. Более-менее нормальная. Сейчас давайте я вам основную базу покажу. Это чтобы, ребят, запечатлеть то, что было отстроено. Может, я и буду продолжать здесь играть. Может, не буду. Посмотрим. Фига не поймешь. В этом дурдоме. Но самонарки модом, блин, я уже говорил. Блин, это палка в двух концах. Здесь можно так прокачать всякую ерунду. То, что звездец. А там на сервере обзащита есть. Там с обзащитой. То есть у вас хотя бы какая-то будет ощущенность. Реально. От любого врага. Вот это внутренняя база. Построили тег-генератор здесь. А, что мне на сервере не понравилось. Ребят, я около 400 грохнул этих дурацких терроризированных зернозавров. У них, конечно, красивый пушистый хвостик, который бы себе на воротник пустил. Но вы меня извините, но меня достало их фармить. Я ни одного когти не выпустили. То есть на второго босса мегапитека нереально просто сходить. Меня это начинает уже напрягать. Вот реально, знаете, если я облин починю, то я с удовольствием сходил. Мне нужен генератор, чисто так, для профации. Ну, ладненько. Походу, я на этом серии буду сезон завершать. Надеюсь, вам это понравилось. Ну, там так частично мы там попутешествовали, тут попутешествовали. Надеюсь, на следующем сервере будет поинтереснее. Там хоть порейдим. Хотя мне рейды не очень интересны. Мне интересно по боссам сходить и на ротка сфортировать. Что ж, всем удачи. Всем пока. И спасибо, кто меня смотрел, лайки ставил.